всем привет ребята сегодня у нас очередной коп собираясь от лица сегодня не в 6 чуть попозже но деревня красота тишина птички поют наш проходимец сзади стоит меня сейчас я его заправлю помчимся в одно классное место а 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 от а а а а если а а а а как вот здесь не забросить удочку как вообще без вариантов попробуем закинем пути накоп я еще остановился глянуть просто может здесь где-то ямы какие-то домовые есть еду вдоль речки уже 10 как бы деревня должна была там уток здесь как раз таки вот никаких признаков я не вижу вообще решил ехал я на коп остановился рыбку попробовать половить сейчас попробуем у меня удочки с собой есть специально взял прошлый раз потому что ехал видел что тут такие прин классные места и тут точно никого не было удочку поставили час червяков капану у меня баночка даже есть под червей и попробуем покажу как рыбку не видел смотрите копнул как бы сразу вот на овца и верь бежит такой жирный сейчас пару червей поканем попробуем пусть попробовать Место вообще идеальное просто. Там кто-то булькнулся кстати, ничего нету, возможно щука здесь есть, а спиннинг-то я не взял, хотя хотел тоже взять, в общем что-то нихрена не клюет короче, аж обидно вообще, поедем копать наверно, не будем время тратить, день-то короткий сейчас, но я думаю начнет клевать просто к вечеру или как-то походить тут покидать, просто реально время жалко. Вообще короче ничего. КОНЕЦ КОНЕЦ Реально высадите ходу трава. Наконец-то ребята я добрался до места, вот наш тополь, возле которого в прошлый раз мы спали. Короче поездил, я сейчас попременял тут травку, основательно так помял, с той стороны помял, но я думаю сейчас я тут копанул. Место очень перспективное, не тронутое, главное. Все что вокруг тополя пахалось, а тут вот именно возле тополя, возле самого, здесь вот прям такой бугор начинается. Ну камера не передаст, вот от вездехода допустим, да. Вот здесь вот такой бугор начинается, раз резкий подъем, это вот то что не пахалось и не трогалось. Ну то есть трактора не могли близко подойти пахануть, корни видимо мешают тополя. И вот как раз таки это самое-самое лакомное место для нас, копателей, любителей. Так, сейчас традиционный кофеек, может что-нибудь перекушу немножко, время уже обед практически. И заряжаемся, аську собираем, ой аську, деус, раньше аська была у меня, деус собираем и путь. Тут еще сейчас вещички немного, вот видите, бардак тут какой у нас, все летает, когда едешь. Все, собираемся, короче что-то я пообедал. У меня такая лень напала вообще капец. Прям вставать не хочется даже. Кофе надо попить, я так кофейка не попил, утром не пил, сейчас не пил. Кофеман видимо я, кофе надо попить, чтобы уже шевелиться. Сейчас, короче, заварю натурального. Ох, что у меня сон пропал, это вообще рубит спать. Не могу, в болотоходчике своим растерил тут себе лежанку лег. Классно вообще, тишина. Все закрыл, вообще кайф. Печка с собой есть, дизельная, автономка. Я ее не знаю, куда приспособить, только так вот, чтобы ночевать ее поставить. Ну, воздуховод просто надо сюда завести. Я уже так думал, там где-то внизу есть у меня отверстие. Ее на улице поставлю, воздуховод заведу, если что, спать. Пусть она там тарахтит, молотит всю ночь, зато вообще тепло будет. Такую-то площадь она обогреет вообще легко. Ладно, все, надо, короче, идти копать. Полотоходом все тут вытоптал, выездил. Плютру промял вокруг. Сейчас, я думаю, выскочит. Прям 100% что-нибудь выскочит интересное. Ну, не может быть здесь. Тут находок, наверное, очень много должно быть. Место не тронутое, не разграбленное нашим братом. Так что я тут первооткрыватель. Ну что? Ну что, ребята, наконец-то я себя заставил встать. И идти. Сейчас Деус собираем. По-быстрому. Ну или не по-быстрому, да. Кофе пьем и идем. Я так классно тут вытоптал, все вообще здорово. Аж прям уша радуются. Да, Деус наш любимый. Очень любимый. Вот честно говорю, было у меня много-много приборов разных. Первый мой прибор был Аська. 350, а не 250. Долго я с ней походил. Там всякие катушки покупал на нее. Большие, маленькие. Ну прибор, так себе. Лизячки собирать. Хотя находилось ничего там. Следующий был у меня Explorer 2 от Minilab. Ну хороший профессиональный прибор, но тяжелый капец. Потом я и трек мечтал взять. Но он весил точно так же, как из-за веса я его не взял. И взял себе Сигнум МФТ 7272 от фирмы АК российской. Короче, я походил с ним сезон или два. Прибор бомба просто. Такую глубину выдавал, что блин вообще. Выбил им как-то 7 пятаков кольцевых на одном месте. С Виктором Анатольевичем, кстати, привет тебе. Он знает. В общем там ситуация такая была. В общем я поднял какую-то железку, что ли. Им выбил, поднял, капанул. И то есть дальше уже начал проверять. Хоп и сигнальчик такой. Ну был монетный. В общем выкопал пятак. Сигнала больше не было. Или два пятака не помню. По-моему два пятака выкопал. С одной ямки. Ну в общем суть какая. С Анатольевичем посмотрели короче и уехали. Он мне вечером звонит и говорит. Блин слушай там на одном пятаке отпечаток был. А нет наверное один пятак я нашел. Да. Один пятак не два было. И на нем был отпечаток. Как будто на нем еще один пятак лежал. То есть такой полукруг как бы. Патина такая легла. Ну вот копатели поймут меня о чем я говорю. Что вот такой как полумесяц на нем. И он мне говорит. Слушай там на пятаке такой отпечаток был. Блин. Как будто там на нем еще что-то лежало. Там надо это шурфануть. Шурфануть и по копательски кто не понимает. Это значит ну. Расширить зону поиска. То есть дерну брать туда-сюда и начать копать глубже. Ну и что я. Я в общем говорю. Слушай не вздумай ехать без меня. Я утром туда поеду. Мы короче утром рано заскакиваем прям туда. С ним. Я вскрываю там метр на метр. Условно говоря дерн снимаю аккуратненько. Слаживаю. Чтоб потом закрыть. Ямки всегда закапываем за собой. И начинаю шурфить. Ну и все. И в общем поднимаю пять пятаков с этой ямы. Вот с этого метра на метре. Ну дальше пробовал шурфил уже не было. Видимо вот тут что-то было такое. Либо кошель какой-то. Либо ну что-то. А нет. Шесть пятаков я поднял. Семь всего пятаков я нашел. Да. Один пятак первый день. И во второй день шесть пятаков. Семь пятаков было. С охран там вообще бомба была у пятаков. Они очень глубоко лежали. И никто не шевелил. Они видимо как лежали. Вот кучка так и лежали. Ну не знаю как они там оказались. Может какой-то закладушка была небольшая. Ну они рассыпаны были. Не в одной куче. То есть растянуты так чуть-чуть. В общем вот такая история интересная произошла. Так что стоит копать железки даже. Вот если бы я в тот момент там не копнул железку. Сигнумом. Ну сигнум конечно колоссальную глубину дает. Очень колоссальную. Чем не хорош тем что он очень сложный. Непонятный. И требует все время отстройки от земли. И вот ты с этой отстройкой от земли. Ты все время молишься с ним. Ходишь как это. Поднимаешь катушку опускаешь. Все время вот это вот. Вообще короче. Ну вот в этом как вот минус его. Как поискового прибора он хороший. В плане поиска. Но сложный. В настройках сложный. Сложно там разобраться с ним. Как бы я разбирался. Разбирался так до конца с ним не разобрался. Там куча 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 настроек. Непонятных. Было мне. И как я не читал там. В общем. Этот прибор наверное понятен тому кто его придумал. Потом у меня еще какой-то прибор был. Я не помню. И выпустили Deos тогда. Я купил первый Deos. Это у меня третий Deos кстати. Я периодически завязывал с копанием. И опять снова начинал. Прокупал прибор. Потому что блин. Ну вот это. Как весна начинается. Короче все капец. Это башню сносит. Надо копать их. И вот этот Deos я купил. Но продавать его не планируем. Хотел поменять на второй Deos. Посмотрел. Почитал по характеристикам. Плюс-минус одно и то же. Но смысл. Не вижу смысла. Так что Deos рулит. Лучший прибор. Лучший. Для меня лучший. Кому как. То есть беспроводной. Никаких проводов. Блок отдельно. Можно в кармане носить. Можно там не знаю где. Катушка отдельно идет. Все. Зарядки хватает. При активном поиске на день вообще легко хватает заряда. У меня с собой пауэрбанк всегда есть. Если я на вездеходе езжу, у меня там зарядка вездеходе. Так что Deos рулит. Ну что. Идем. Так ребята. Ну что. Первый сигнал не застрял себя ждать. Копал. Комки. Комки что-то. Тополь. Вот он. Что-то здесь в комке у нас. Пинчик. И погнали. Я вот заметил. Видел на свои что я. Короче это. Смещаю. Все время. Ну. Когда снимаю камеру. Вот так в сторону. Ну. Потому что я смотрю. И как бы. Камера мне мешает. Когда перед глазами. Да. Надо стараться видимо снимать так. Вот что-то где-то тут. Где-то где-то было здесь. Где-то было где-то здесь. Что где. Ну что. Потерялась. Ёлки-палки. Где-где-где. Вот же. Вот же. Ну-ка. Сместил куда-то сюда. Сместил куда-то сюда. Сместил. Ну. Мелкие сигналы. Блин. Какие-то. О. Ё-моё. Фольга. Фольга. Ну. Ну. И сигналы. Как фольга. Конечно. Ладно. Что страшного. Дальше идем. Так. Ребята. Очередной сигнал. Тут. Короче. Места живого. Нету. Это вообще. Все сигналит. Все. Притом сигналы такие прям вот. Наманчивые так скажем. А ну вот. А нет. Корень какой-то. Кирпичики попадаются. Что-то большое походу. огромное похоже замок так ребята снова сигнальчик вот здесь кстати четко прослеживается яма домовая вот она возле тополя прям вот видно вот она яма и еще так вот они как по две ямы идут когда домовые я думаю что вот здесь вот есть смысл покопать возле ямы прям походить сейчас короче сигнал у нас такой вот что-то вроде как бы монетный вроде как бы не монетно непонятно так-так-так где-то сторонке вот здесь вот не ходит пинку и турне отломить земля конечно капец так вот четкой кирпичики прослеживаются здесь так выкопнул короче комок вот здесь это что-то в нем так-так-так вижу 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 что это пробка от бутылки от нашей любимой водочки и заводочка была и можно прочитать наверное при желании но нахрен заморачиваться не охота ах это враги наши ребята хочу специально снять сигнал глубокий вот такое рядом железка вот здесь вот здесь вот видите во все стороны бьется такие глубокие сигналы похожи на монетные сейчас капанем его может что-то крупное быть возможно крупная монета глубоко лежит ну вы сейчас охренеете охренеете смотрите я специально не трогал специально смотрите какую яму выдолбил там бревно короче лежило я полагаю что это возможно угол дома потому что яма вот она и и теперь нам стоит понять где второй угол дома потому что я предполагаю что это знаете что смотрите 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 что это у нас я прям догадываюсь что это что это у нас пятачок масонский ни хрена у него сохран 1835 он реально он лежал пока по короче получается между бревен походу масонский пятачок прям жалко его шоркать я его не буду сильно отчет помой блин ну красавчик прям вообще красавчик ебать ё-моё зелененький такой смотрите какая глубина смотрите охренеть на два штыка точно и вот представьте да взял его на той глубине вот там пятачок охренеть охренеть блин какой он зелененький за офигенский красавчик супер еще захорон просто бомбически кстати в этой же деревне но только вот там получается вот там далеко я короче давным давно лет пять назад тоже поднимал закладной пятак на углу нашел короче домовую яму нетронутую и вот она единственная домовая яма которая была наверно не тронута здесь я в общем поднял там закладной пятак так что вот ребята смотрите какой красавчик при ночи просто очень рад очень рад теперь короче поиск наш вот тополь сзади меня блин я вот сейчас выдавил траву здесь оптопал и вы по глазе смотрите кирпичи остатки вот они бревна вот этого то что было он в бревне лежал это сто процентов закладной прямо сто процентов и тут период кстати вот я тогда что хотел сказать там был плоский чекан 1856 год но этот какой у нас 35 период примерно тот же самый блин вообще супер вот эта яма домовая она вот она вот прям вот она идет и дом скорее всего стоял я так полагаю к речке короче вот так вот сюда яма была и вот он стоял здесь так если это закладной начнет по любому еще должен быть ну как минимум три не разграбленная было я думаю не разграбленная ни хрена потому что тут столько сигналов вообще охренеть все сигналит я просто вот реально копаю хожу тут железяк сколько всякий ну бытовой всякой хрени много сложно копать но оно того стоит видели блин вообще какой красавчик четки прямо все четки знаете почему сохранился потому что он его никто не лозил по полю он лежал просто вот между бревен между деревяшечек такой сохран зелененький позеленел классный вот помоется будет вообще прям так что лайк найти что не могу больше получается вот нами питак поднял то месте а в том же месте я еще один так поднимал только ближе к дереву получается да но там была медная россия у нас в прошлый раз тут тоже масон и вот яма то идет вот так вот вот она раз и вот два и вот то ли это промежуточная был венец но если это пятистенок был классический да у него по идее там должен быть угол еще один и вон там блин вот там далековато я считаю они обычно 8 метров 9 были обследовала следовала ни хрена нет здесь на поле думаю нет ну как бы возможно его перетащили куда-то и как пах пахалась потому что здесь вот не пахалась это место поэтому тут и целое осталось она туда попробовать помять траву походить может там чуть выскочит но я что-то думаю что вот так туда нужно идти потому что яма вот она и сзади меня вот яма вот она получается он вот так наверно стояла так сюда и вот так сюда ну или как-то по-другому хрен знает может это я вообще не связаны с домом но просадка идет тут что-то было просадки я вот потоптал ее сразу видно стало то было просто поле травы а сейчас просадку дала земля-то чё яма была поле распахали она все равно просадку дает так что сейчас попробую туда еще вот да вот короче залезть траву там попробую поищу что братья и сестры все не получается снимать крапивы капец здесь я уже изжарился весь на хрен ей короче вон там пятаки поднял туда смещался дальше вот яма вот смотрите все что поднял сейчас почистим я думаю что-то пуговка да блять охуеть какая пуговка то охренеть я таких не поднимал смотрите короче это какая-то интересная даже не знаю что это за пуговка да смотрите какие-то короче типа молнии и еще что-то гу горные какие-то что ли по краям так ну-ка напишите кто чё знает что за пуговка больше супер место супер но не буду ковырять там внутри петельки по-любому наверно нет ломилась но помоем потом были на ну вот тут тополь но ты очень молодец супер так ребята сигнал шпарит опять прям вообще хренеть короче ржавчина какая-то ну это смысл какой вот глубина большая уже идут деревьях и он они там глубине деревьях идут кирпичи кирпич этот сырец по ходу называется средств который не обожженный просто был такой сырой в этом смысл то что здесь дом стоял сто процентов в этом месте глубина большая залегание возможно такие есть эти закладные здесь все но блин глубина хренеть и мне просто попробую еще увеличу надо усе он с ума начнет сходить попробуем чуть-чуть увеличим еще мусора много копать сложно ничего нет по идее бы пошурфить конечно вообще бы здорово было так вскрыть это место двигаться или наоборот к тополю двигаться короче блин интересно так ребята сигналчик какой-то хороший прям очень хороший прям очень хороший сейчас перчатку одену шпарит из ямки прям вообще здорово я копаю просто не снимаю сигналов много железяки в основном всякие шмурдяк тут интересный сигнал какой-то так вот здесь что-то у нас цветной сигнал был и это все под этим же тополем блин это мини лопату что ли надо иметь очень сложно копать вот сейчас копать страшно потому что можно повредить так 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 не выкопал блин ну что там такое ничего не вижу а вот что это короче знаете что то ли от гармошек что ли часто такие тоже попадаются штуки цветной металл так мы сейчас все равно пробьем еще раз яму а то блин о видите еще там что-то сигнал мои ямки уже куплены но еще чудо здесь попу попу тут что-то что-то интересное что-то интересное о монитос монитос смотрите монитос торчит видите так 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 что это у нас зеленый такой интерес ну чё чё такое думаете хрен его знает чё такое двушка но две копейки я скажу две копейки две копейки не знаю камеры фокусирует мне двушка александровская скорее всего блин лайкосик лайкосик тополь ямка тушка это ребята смотрите опять глубокий сигнал и циферки видели пробивает надей больше 90 вот он вот он вот он вот иначе глубина охрененная так что сейчас мы тут копанем я буду я надеюсь что это то что мы думаем на глубоко находилась далеко это был не пятак какая-то круглая хрень но тут место кстати тоже кирпичики идут и деревяшки попадается вот они кирпичики и деревяшки есть уже кирпичики такие красные обожженные это там был хороший так это выкидываем тополю дальше еще момент какой-то бешеный сигнал просто тут решил заснять сразу же я что-то такое шпарит вообще конкретно так где 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 выложи но прошло выпало что-то что ли хочу сейчас ходить с ума где 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 ну где интересных теряющийся сигнал куда мелко читаешь где то вот здесь короче здесь вот старым дедовским способом найдем пока не изобрели пин-поинтер я так искали то где то здесь мелочь вот она вот она вот она вот она вот она бляшка конская да наша любимая 18 19 хрен знает наши любимые бляшки все уже топали это мы ходим тут кругами вот одна на одной короче сигналов капец так ребята сигнал называется в малине вот прям в малине классный такой сигнал вообще шпарит смотрите выкопал его так и в бой наш любимый пин идет и что-то он сразу здесь обнаруживает где то вот здесь что-то ну блин что где тут смотри с ума сходит уп 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 ребята что это да ох сердце кольнуло ой зачем такие страсти капают короче копать это очень сложно все замусорено и вообще ужасно все за просто все завалено мусором то есть пробками и железняками там какими-то банками консервными вот всякими фрагментами железок ржавых очень-очень сложно копать дэвус просто вот с ума сходит просто вот все пиликает вообще без без остановки просто ходишь все пиликает и в таком мусоре очень-очень сложно что-то выкопать надо короче все выкапывать все сигналы все вот эти железки всякую хрень и вот потом начнутся хорошие сигнальчики выкапываю как бы стараясь все железяки такие крупные убираю сигналы вот ну тяжело копать трава еще такая большая на весну место перспективное сейчас хоть я и помял все но блин все равно травище это она слой дает такую подушку травяную весной все равно ее прижмет к земле получше и она сухая будет уже не так будет ну будем дальше копать что пробуем пробуем и какие-то не зря тут выскочили возле тополя первый раз и второй раз еще есть значит они еще это не просто так это не потеряшки никакие сто процентов что то есть что то интересное может выстрелить что то вообще такое здравое так что не теряем надежду ищем да ребята короче устал я на мусоре на этом копать вообще копатели наверное поймут меня сразу же классно все тополь сигналов море ну блин я вот так устал копать этих хлам вообще сложно короче эта мусорка получается такая все сигналит все просто все подряд сигналит нет живого места ходишь вот просто живого места ни одного нет все прибор просто с ума сходит я уже чайку уменьшил блин все равно на всех металлах хожу там все все ловит дискрим включать тоже ну всегда копаем на всех не будут даже пытаться нахрен это надо это пропуская сигнала столько железяку выкопал под железякой там выскочит что-нибудь нормальное кстати вот место где пятачок поднял смотрите зеленый классный пятачок прям ах вот испытайте такое же чувство радости всем желаю такое вот понимаете вот просто вот он не стоит этот пятачок это как бы ничего по сути но просто вот сохранщик его и вот блин такой классный просто он вообще зеленый такой вообще суперский я прям на душе радостно это короче находка не знаю месяца ну нет вру не находка месяца находка года наверное у меня будет наверное перстень все таки именной это потому что это вообще такая прям находочка а вот пятачок этот класс но я весной конечно тоже поднимал до хрена пятаков я в этом году вообще до хрена монет поднял в общем то что короче я устал тут копать вообще поеду я на поле на поле буду ходить там хотя бы хлама столько нет там уже выбрали его потому что весь тут на этом небитом месте хлам его надо выбирать и выбирать не один сезон надо вырывать все это эти железяки копать это тяжело морально встаешь просто копать и копать это как землекоп короче ходишь копаешь 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 без остановки я на 90 процентов не снимаю того что копаю потому что блин я реально это еще снимать успевать это все это вообще тут два дня надо так что погоню короче сейчас собираюсь матье свое и едем на поле блин ехать обратно далеко капец часа полтора наверное ну а что того стоит оно еще успеем на поле походим на поле то там интересные находочки сто процентов монеты будут это прямо гадалки не ходить и какой нибудь мордячок интересный может выскочить металлопластик так что на поле на поле короче ребят да я решил пока не ехать но еще похожу буквально прошел чуть-чуть вот выскочил ключик такой видите вот и керамика здесь вот есть где-то попалась черная хорошая такая вот она 18 ну блин как-то интересно тут слой сняты такой земли вот прям глина сразу копаешь и пол штыка земли пол штыка глины очень странно а здесь как бугор идет короче видимо блин товарищи коммунисты короче сняли слой земли сигнал короче прям между тополей вот здесь охреначить сейчас я такой копаю прямо туда думаю ну все тут что-то прямо шпарит сигнал мощный но вот такая вот короче железина но это не железина это я так понимаю латунная от самовара горловина или ну что-то в общем от самовара такая измятая штука шпарила как чугунок будто бы с медью с ума сводит железо вот сколько накопал еще пальцы всякие там нож какой-то смотри какого жука выкопал красиво синий прикольный земле вообще глубоко сидел красавчик такой вот жучок так ладно мы его сейчас подальше куда-нибудь закинем туда в траву оп пусть там живет сигнал короче долбит здесь хороший прямо сейчас копанем мусора мусора много блин но керамика керамика все есть копаю мусор такой блин вот керамика именно кирпичи керамика это очень хороший прям признак но мусор в основном идет всякие пробочки крышечки какие-то железячки ну тополь что еще тут просто нас поля были останавливались все там пили ели короче все бросали тут вот из-за этого тут захламлен да прошлый раз ребята подъезжал мимо памятника проезжал даже гостиниц никакой не оставил как-то это уехал потом думаю блин надо было оставить хоть гостиниц сейчас заеду оставлю заехал вот памятник этот все вот конфетку и хлеб положу чтобы почту память как говорится ну покойтесь миром это покойтесь миром надо нам войны больше не хотим мы воевать зачем что ребята переместился я на новую локацию все таки такое поле за спиной сейчас и там будем мы ходить короче там конкретно там были находочки хорошие раньше так что идем туда идем 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 скорее пока световой день еще не закончился так ну и первый сигнальчик на поле не заставил себя ждать оп 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 вижу ха 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 что бы это было это золотая брошь да к сожалению так выскочила что-то что-то где-то где-то а ну на этом поле гильзы это вообще нормальная тема вот странно что они какие-то как будто их кто-то молотком простукивал ну вот забальцовывал вот эти края то ли их под какой-то другой калибр делали что стреляли блин не знаю вот много таких попытается гильз вот этот у них краешек забитый именно вот скруглен странно короче так сигнальчик у нас где-то здесь так что-то вот что-то вот здесь что ли нет так 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 нет где-то сюда унес тоже так нет пала мелкая что-то совсем так так где-то ну так и и это так не и и и и и так что-то утащил что такое известно что от коня так ребята сигнальчик смотрите какой так копаем копаем его смотрим блин чё такое был хороший такой четкий сигнал и чё-то испортился походу эти железка это глубина глубокая такие надежды подавал хотя я бы не сказал еще пока что это плохо а я уже вижу что это вот это короче какая-то хрень этот сигнал металл жалко жалко жаль а такой хороший сигнал был так короче уже ни хрена не видно хотя я еще вижу нормально в общем не знаешь будет видно нет что-то тут короче есть какой-то слиток чего-то непонятного опять так ну-ка на свет тяжелый такой похоже свинец так ну ладно ни хрена не видно уже так ребята не уже плохо видно ведет чего на небо так видно на просвет вообще уже все короче вот такой кусок похоже свинец тяжелый такой ну что наверное на этом коп закончим потому что уже все как бы не было мне жаль что день закончился но он закончился жилье все поедем сейчас наверно домой дорога еще нам не близко предстоит ехать так что и и друзья сегодня следующий день я на мотоцикле пригнал рядышком полюшка есть сейчас похожу продолжим поиски сегодня у меня еще времени есть полдня вместо нормальная перспективная как бы ходил не так много просто хочу в глубь поля залезть подальше обычно с краю ходил попробуем его перепыхали и вроде судя по всему нашего брата здесь не было а это самое важное в нашем деле то наши братья и сестры выбивает все все сигнал так что погнали находки буду что ребята не успел я буквально вот отойти от мотоцикла только вышел на поле воде сигнальчик такой очень интересный стреляет со спинчиком быстро проверим 10 где-то он велико и хороший яркий ну не монета что-то там меняшь какая-то а ну вот что-то 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 петелька вот первая находка за сегодня ребята покажу момент 1 до значит плохая вот на этом поле кстати часто такие находки бывают смотрите видите просто сверху лежит я просто глазами и заметил я даже не дошел до нее что это у нас две копейки 1932 год вот так еще и горелый и на что черная супер не знаю тридцать второй год что там как но находка интересная так сигнал поверхностный какой-то вот здесь вот пробуем пробивать нужно что-то наподобие конины наверно конской бляшки что такое изменило тут так 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 это что-то здесь а блин конская бляшка так ребята сигнальчик сигнальчик у нас опять вот здесь где-то что он поверхность и земля рыхлая просто потыкать найти его ну как проволока сигнале что такое похожее ну что проволоки сомнения у меня есть но так блин что глубже что ли или я где-то растрепал что-то ну-ка смотрим глубже похоже чем я ожидал попробуем сейчас пошаримся ну где где так чисто пойдем еще раз все выкопал яму раскопал тут это короче мелкая 4 не мог найти пусть заваливалась время вот он что-то какой-то чуть-чуть опять расплавленных это или жестинкой что такое чем хлам так ребята цветной сигнальчик выскочил так себе сигнал но за неимением как говорится на безрыбье и рак рыба это здесь он у нас выскочил возможно совет и монета возможно проволок что-то вот проволока я же сказал так сигнальчик у нас опять выкопал где-то здесь он так интересная штука так что за штучка какая-то типа 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 что-то не знаю что но какая-то типа ножка чего тут подставочка в форме колокольчик да что такое достойненькое что неким таким отверстием интересная штучка ну металла квадратик там внутри квадратик это может даже современное что так ребята идеальный сигнал монетный и по цифрам тоже идеальный довольно таки громкий предположу что это не мелкая медная монета какая-то предположу что это она проверим так выкопали что-то вот я вижу вот она смотрите ну что загадываем что такое и что у нас копейка медная россия на у нас охранчик неплохой кстати очень даже копеечка неплохая годик какой у нас там 1914 но последние годы где-то правление николая второго классная человек за нее вторая монетка выскочила вот что ребята вот буквально вон там поднял сразу же круженулся и ну я предположу что это не монета потому что цифры вроде как бы не монетные выдает прибор но что-то что-то интересное в любом случае одну туда пином потыкаем вижу 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 ну вот как я и сказал что это просто светной сигнал какая-то не знаешь что такое это железь какая-то железка медная от чего-то что-то понятное так ребята очень очень интересный сигнал деревенька у нас там была я просто уже по полю брожу хожу тут сигнал практически нет и вот такой еду и хоп сигналчик такой прям монетный явно ну потеряшка возможно какая-то вот что-то вот здесь вот что тут у нас вот здесь ох ты ничего себе охренеть монетный да что это у нас такое вот этот трактор какая-то на запчасть пол хотя тут что просматриваются кирпичики попадаются местами цветной металл че кран какой-то что ли что такое валилось так сигналчик на краю поле у нас вот такой ну не вот не айс конечно но за неимением как говорится опять возможно проволочка какой стабильный просто сигнал мелкая видимо совсем визита понятно теряется нету ничего он просто глубоко где-то сидит я на поверхность ищу наш парень наша дорогая и любимая конская о гена улетела ну блин что делать ну пусть она будет друзья ну вот и подошел концу наш очередной выпуск копа все находки вы видели пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и ждите новых серий опа со мной всем пока так